привет дорогие друзья все мы долго с вами ждали canon 5d mark 4 и думаю что больше его ждали на самом деле видеограф чем фотограф потому что 5d mark 3 в принципе многих фотографов устраивает и я тоже очень ждал 5d mark 4 когда же они выкатят 4к я следил за там какими-то слухами в полтора года постил на сайте у себя последние слухи и вот наконец мы дождались и вроде бы все круто есть и 4к но блин давайте разбираться потому что такого я не использую ненормативную лексику своем блоге сразу расскажу об очевидных минусах а также не очевидных которых никто не говорит и так что мы имеем 4к но мы не можем использовать 4к на полном кадре матрица большая используется центральная часть кадра соответственно у нас получается кроп с кроп фактором 1 и 7 то есть вы покупаете полнокадровый фотоаппарат но вы не можете снимать на него 4к на полном кадре теперь внимание вопрос а как же нам быть широкоугольными планами да где нам брать объективы потому что например на том же кропе используется ну к примеру объектив 10 миллиметров фокусное расстояние это нормальный широкоугольный план 10 миллиметров на полном кадре это уже практически в линейке canon это уже фиша и что нам остается делать может быть компания canon предусмотрела возможность использовать объективы canon efs чтобы могли на кропе стать объективы для кроп но нет это можно делать на кинокамерах canon который стоит гораздо дороже но на canon 5d mark 4 этого делать нельзя соответственно что нам остается делать покупать фиксированный стекла самян идем дальше что у нас там с кодеком motion шпек смотрим цветовая субдискретизация 422 это конечно же очень круто а что там с битностью а все те же 8 бит возникает вопрос а почему нельзя было сделать 10 бит просто увеличить внутри кадровое сжатие но добавить 10 бит потому что 8 бит это всего лишь 256 градаций яркости а 10 бит это уже тысяча 24 градации яркость это уже гораздо лучше но canon же не будет составлять конкуренцию своим моделям кинокамер motion шпек спидрейтом 500 мегабит в секунду я там не считал но один час около 220 гигабайт в этом парне помнится собирались свадьбы снимать в 4к а карты памяти какие сифас нету все те же древние компакт флэш и sd причем sd карты не самый быстрый то самый быстрый не поддерживаются то есть canon 3d марк 4 поддерживает только карты you each с 1 и еще с 2 он не поддерживает возможно проблему с большими объемами решила возможность подключения внешнего рекордера но о чудо маркетологи canon и здесь позаботились о нас через hd май 4k не выводится а водится только full hd такой 4k нам не нужен теперь почему используется кодек motion шпек такой же как использовался в canon 110 который вышел бог знает когда потому что в линейках видеокамер canon и фотоаппаратов canon используются разные процессоры например та же xc10 видеокамера производства canon может писать 4k видео с битрейтом 300 мегабит секунду используя для этого кодек модернизированный pvc кодек но как я уже говорил используются разные процессоры в линейках камеры cinema eos да для киношников для кинокамер и фотоаппаратов у него нет инструкции для того чтобы сжимать это видео современные кодеки теперь двигаемся дальше full hd full hd значит в 4k у нас есть 422 full hd если у нас 422 конечно же нет full hd мы получаем точно такой же отстойный паршивый 420 восьми битный цвет хорошо хоть добавили 60 и 50 кадров в секунду спасибо canon это было уже пять лет назад на фотоаппаратах sony что там у нас со скоростной съемкой сейчас кто не в курсе телефоны уже снимают 120 кадров в секунду full hd canon выпускает ролик и показывает как его фотоаппарат замечательно снимает видео 720p и это парни просто посмотрите как заминусовали все видео этого фотоаппарата на канале canon usa какой 720p может еще в sd тогда будем снимать разумеется canon пошла еще дальше нету поддержки и гамма-кривой то есть силок нет то есть если в фотоаппаратах sony а7s есть множество разных логарифмических кривых то в фотоаппаратах canon нет спасибо что хоть можно контраст меньше выбирать то есть еще что в режиме видео не убрали работу с профилями canon ввела новую фишку hdr видео hdr видео помогает ну грубо говоря хоть какая-то альтернатива силок но что мы имеем она работает только при разрешении full hd то есть если вы снимаете в 4к эта функция точно также не работает точно так же как и раньше видео у нас нет ни фокус пикинга не зебры нету ничего что было уже на беззеркалках panasonic и sony и так что мы имеем canon pd mark 3 был на рынке с 2012 года по 2016 год и будет еще выпускаться то есть четыре года то есть сейчас нам canon показывает фотоаппарат который будет в работе ближайшие три-четыре года который на текущий момент уже просто безнадежно устарел canon pd mark 4 в режиме 4k видео предназначен только для узкой ниши там работа со стоком съемки каких-то короткого постановочного видео в общем у canon получилось очередное устройство которое напрочь порезано маркетологи canon как бы намекает парни если вы хотите снимать 4k видео в каком-то нормальном рациональном ключе покупайте cinema c300 mark 2 которая стоит очень много но опять же за эти деньги гораздо выгодно гораздо более интересная покупка это sony fs7 если вам нужно 4к это опять же sony a7 s2 это идеальный фотоаппарат и считаю и на текущий момент это действительно лучший фотоаппарат для съемки видео я надеялся что кэнон переплюнет ничего подобного